Приветствую всех, с вами Олег Саламаха Итак, отборочный этап супертурнира пройден Дальше у нас прошли 8 сильнейших И теперь давайте посмотрим формат соревнования Теперь у нас будет проходить соревнование по нокаут-системе Играется нокаут точно так же То есть у нас играются быстрые шахматы с контролем 15 минут и 10 секунд добавления на ход Но еще добавляется 2 блиц-партии 5 плюс 3 То есть не сразу Армагеддон, а именно еще 2 блиц-партии Поэтому будет очень интересно все это дело посмотреть Ставим лайк до начала просмотра, это позволяет моим видео продвигаться в рекомендациях Ну и также напоминаю, что спонсором моих обзоров супертурниров является сервис комбо от Mail.ru Group По уникальному промокоду, который вы можете видеть на экране Вы получаете сразу же целую кучу скидок А именно бесплатную подписку на музыку ВК и приложение Boom Бесплатный кинотеатр Megafon TV или Oka на выбор И также скидки в известных магазинах Таких как, например, Delivery Club, сервис доставки еды McDonald's, CityMobile, скидка на такси и так далее Со всеми скидками и перечнем услуг вы можете ознакомиться по ссылочке в описании Кого заинтересовало, переходите, первая строка в описании Ну а мы с вами начинаем Перед вами турнирная сетка нокаут-турнира Итак, в четвертьфинале у нас сыграют Магнус Карлсон с Фабиано Круаной Дин Лежень с Хикаро Накамурой Владислав Артемьев с Яном Непомнящим И Александр Грещук с Анишем Гири Сегодня, друзья, мы с вами посмотрим Такие партии таких соперников Как Магнус Карлсон против Фабиано Круаны А также российское противостояние Владислав Артемьев играет против Яна Непомнящего Белыми играл Ян Непомнящий Черными играл Владислав Артемьев Первая партия Е4, Е5, конь Ф3, конь С6 Слон Б5, Ж6 И после С3, А6 На доске испанская партия Слон А4, Д6 Мы видим, что необычный разыгрывает испанскую партию Владислав Артемьев стремится уйти от всех теоретических основных вариантов Д4, Ян Непомнящий захватывает центр Слон Д7 Рокировка, слон Ж7 Х3, конь Ф6 Ладья Е1, рокировка Конь Д2, ладья Е8 И Д5 Играет Ян Непомнящий Закрывает, как мы видим, центр И борьба переносится на фланги Конь Е7, слон С2 И здесь последовала новинка от Владислава Артемьева Ход слон Х6 Хочет разменять он чернопольных слонов Чтобы не было хода слон Ж5 И это новинка Б5 выглядела самым нормальным ходом в этой позиции А партия предшественница продолжалась следующим образом Х6 играли черные Конь Ф1 И конь Х7 После Ж4 черные играли Ф5 И после ЖФ ЖФ ЕФ, слон бьет Ф5 Слон бьет Ф5, конь бьет Ф5 Так продолжалась партия На чемпионате Европы По интернету В 2020 году То есть сравнительно совсем недавно То есть период как раз эпидемии коронавируса И здесь после конь Ж3 Ферзь Д7 Черные даже эту партию сумели выиграть Продолжалась эта партия Значит Тахиренова Тахиренова Или Тахиронова Я уж не знаю как выговорить Против Эльтаджа Сафарли Ну и выиграл Значит Эльтадж Сафарли В этой партии Итак Слон Х6 Конь Ф1 И слон бьет С1 Вот в чем состояла идея Владислава Артемьева Ферзь бьет С1 Теперь Ферзь хочет вторгнуться на поле Х6 И король Ж7 Прикрыли ему эту лавочку Король собственноручно Защищает слабости вокруг своего Замка Если так можно назвать Конь Ж3 А5 С4 Ферзь Б8 Б3 Ферзь А7 Итак Владислав Артемьев Как мы видим Вывел Ферзя окольными путями И где он хотя бы работает Черные очевидно будут играть на Ферзьевом фланге Слон Д3 Ферзь С5 А3 С6 Наносит черный контрудар по центру ДС БС И Ферзь Д2 Играет Ян Непомнящий Вот здесь посильнее и поточнее Было сыграть Ферзь С3 С угрозой Б4 И С5 Итак Ферзь Д2 Слон Е6 Б4 АБ АБ И Ферзь Б6 Как вы понимаете Сейчас при Ферзе на поле С3 У белых находился тычок С5 Теперь же ход С5 Связан с жертвой пешки И ничего особого не приносит Слон Ф1 Ферзь С7 Ферзь С3 Конь Д7 Как мы видим С5 Подрыв Черный тщательно Сторожат Владя Д1 Ф6 Укрепляют пешку на поле Е5 Владя Д2 И сами играют С5 После Б5 Конь Б6 Черный блокирует позицию И позиция запирается Белый пробует Еще один шанс После Владя Д1 Они давят на пешку На поле Д6 Заставляют черных Ее защищать Владя Д8 Слон Е2 Владя Д7 И Конь Ф1 Играет Ян Непомнящий После Конь С8 Конь Е3 Ферзь Б8 Конь Х4 Создает Ян Непомнящий Красивую угрозу Но не сразу прыгнуть Конем на поле Ф5 А предварительно Разменявшись Слонами Белопольными Чтобы ослабить Белопольную периферию Владя А4 Слон Ж4 Слон Б4 АЖ И вот здесь После Ферзь А8 Ж5 Играет Ян Непомнящий Это нужно обязательно Было сделать Вот этот ход Для того чтобы потом Ферзем Попытаться атаковать Эту пешку Мы сейчас все это В вариантах увидим И увидим очень красивые варианты И вот здесь К сожалению Владислав Артемьев Попадается В эту самую Красивую Ловушку Которую Замыслил Ян Непомнящий Вот этот красивейший план Атаки На Королевском фланге Забирает он эту пешку Казалось бы Вроде бы ничего Белые не достигают Конь уйдет Например можно пешку Укрепить ходом А6 Но Ян Непомнящий Имел ввиду Совершенно Другое Здесь правильно Было сыграть Ферзь бьет Е4 И на самом деле Никакой атаки У белых уже не получалось Висит конь На поле А4 ЖФ Король бьет Ф6 Смело забираем Королем И после Коня Ф3 Просто забираем Еще и конем На поле С4 Черный переходит В контратаку Начинают здесь Все кушать Конь бьет Е5 Находится Вот такой Красивейший Трюк Теперь ферзем Брать нельзя Ввиду Конь Ж4 Вилки Конь бьет Е5 И Ф4 Все равно Линии вскрываются Кажется что Все очень страшно Но черные Просто уводят Короля из опасной зоны Играя король Ж7 И после Ферзь бьет Е5 Вернее ФЕ Вот здесь Единственный ход Спасает черных Все остальное Просто проигрывает Сразу Но ход Ферзь Б4 Спасает Защищаемся От хода Е6 Скрытого удара И теперь Получается так Что у белых Атакован ферзь В случае Ферзь С1 Настаиваем На размене Играя ферзь А3 Нападая И на коня И на ферзя Ну и здесь Уже вынуждены Меняться Белые Ферзь Бьет А3 Ладья Бьет А3 Снова висит Конь Конь С4 Напали На ладью И на пешку Ну и после Ладья А4 Конь Бьет Д6 Позиция Упрощается И черные Спасаются В ладейном Окончании А теперь Посмотрим Какой Комбинационный Ураган Пронесся За доской Итак ФЖ Играет Владислав Артемьев И Ян Непомнящий Играет Конь В5 Шах Очень сильный Ответ Дело в том Что позиция Заперта Ферзь На поле А8 Ладья На поле А4 И конь На поле Б6 Не принимают Участие В защите Короля Который Остался Один Одинешенек И Белый Наносит Решающий Удар На этом Ослабленном Участке Доски Жф Конь Бьет Ф5 Шах Король Ж8 Неточность Поскольку Теперь Пешка На поле Ж5 Будет Атакована С шахом Если Сыграть Точнейшим Образом Король Ф8 То здесь Начинается Друзья Настоящий Этюд То есть Сейчас Я вам Показываю Точнейшие Варианты Которые Нашел В анализе С помощью Компьютера Ферзь Е3 Защищаем Пешку Е4 И атакуем Пешку Ж5 Ладья А1 Ход Единственный Для того Чтобы защититься Ферзь Бьет Ж5 Ладья Бьет Д1 Ладья Бьет Д1 И мы С вами Увидим Как важно Было Черным Поменять Именно Пару Ладей Это на самом деле Действительно Настоящий Этюд Друзья Смотрите Ферзь Бьет Е4 Черные Едят И вроде бы У белых Никакой Атаки Нет Ферзь Ф6 Шах Король Е8 Если сыграть Ладья Ф7 То мат На поле H8 Ну а если Играть Король Ж8 То тогда Мат Конем С поля H6 Поэтому Ход Король Е8 Вынужденный Теперь Шах Снова Единственный Ход Король Ф7 И теперь Кажется Что все Атака Глохнет Ну съедим Ладью Не можем Съесть Ладья Защищена Конем То есть все Вроде бы Атака Глохнет Но не тут То было Находится Фантастический Ресурс Ферзь H6 Шах Теперь Черные Обязаны Забирать Еще и Коня Что делать Если сыграть Король Ф7 То тогда Просто получаешь Мат Шах И мат Поэтому Выбора Нет Надо забирать И вот здесь Тишайший Ход Ф3 Угрожает G4 С матом Просто королю Поскольку король Попал в матовую сеть Хода Ферзь E3 Шаха нет У черных Поскольку Ферзь Это поле Держит Остается Сыграть Только Ферзь D4 И после Ладья Бьет D4 ED Вот здесь Друзья Мы как раз С вами Видим Отчетливую Разницу Король Может Убежать На поле E5 Получается Очень Сложная Запутанная Позиция Где Казалось бы У черных Достаточный Материальный Эквивалент За Ферзя У них Ладья И два Коня Но дело В том Что фигуры Расположены Настолько Неуклюже Что белые Здесь Побеждают Они играют G4 И после Король E5 Играют Король F2 А теперь Друзья Представьте Ситуацию Если бы Черные Не разменяли Пару Ладей Не нашли Ход Ладья A1 Тогда Здесь Ходом Ладья E1 Белые Бы просто Объявили На самом деле Мат И сейчас Мы этот Вариант С вами Тоже Увидим Попозже Потому что Ян Не помнящий К нему Так или иначе Придет Итак После Короля F2 Позиция У белых Выиграна Ввиду Множества Угроз Кони Не ходят Потому что Теряется Например На двойном Ударе На С4 Брать нельзя Ввиду Ферзь H8 Двойной Удар На коня И на Короля А угрожает Ферзь G6 И ферзь F5 Мат Плюс Проходная Пешка G У белых Чрезвычайно Опасная А пешка D У черных Никуда Не идет Поскольку Король Ее держит В общем Вот такой Фантастический Вариант Но сейчас Мы с вами Увидим Что после Комбьют F5 Шах Король G8 Ферзь G3 Все то же Самое Фактически Случится Итак Ферзь Е4 Ферзь G5 Шах Король F7 Но вот здесь Ян Упростить Игру Ходом Ладья А1 Как раз Разменять Пару Ладей А вот здесь Как вы понимаете Друзья Тот вариант Который Я вам Обозначил Здесь Две Ладь Живы И здесь Вариант Ферзь G7 Немедленно Побеждал Поскольку После Король Е6 Ферзь H6 Шах Вновь Нельзя Никуда Идти Королю Поскольку Иначе Он просто Там Быстро Получит Мат Король Бьет Ф5 Вынуждены Забирать Черные И теперь Ф3 Опять Та же Самая Идея Грозит Ж4 Мат И теперь Не помогает Ферзь Д4 Поскольку После Ладья Бьет Д4 ЕД Ладья Осталась В живых И после Ж4 Король Е5 Ладья Е1 Черные Получают Вот такой Симпатичный Мат Вот она Разница А после Ладья Д3 Как неудачно Сыграл Я не помнящий Владислав Артемьев Сыграл Ладья А1 Нанес Вот такой Точнейший Контрудар Ладья Связан Угрожает Ферзь Бьет Д3 Пришлось Меняться Ладья Бьет А1 Ферзь Бьет Д3 Но дальше Друзья Чудеса Не закончились После Ладья А3 Я не помнящий Жертвует Еще Ладью И после Ферзь Бьет А3 Конь А6 Шах Король Е8 Ферзь Ж8 Он рассчитал Ничью То есть Большего здесь У белых нет Поскольку Материала у них Чрезвычайно мало Вечный шах Есть Но большего нет Король Е7 Ферзь Ж5 Шах Король Е6 Ферзь Ф5 Шах И получается Ничья По полям Ф5 И Ж5 Но вот здесь Богиня Шахмат Каиса Как мне кажется Высоко С небес Посмотрев На эту красоту Поняла Что не должна Так партия Закончиться Что я не помнящий Играл эту партию Чрезвычайно Красиво И К сожалению Не нашел Вот такой Интересный ресурс С жертвой коня И тихим ходом Ф3 С идеей Ж4 И здесь Как вы думаете Что сделал Богиня шахмат Она просто Позвонила Провайдеру Владислава Артемьева И сказала Чтобы ему Якобы Отключили интернет За неуплату В это время У Владислава Артемьева Сглючил интернет То есть У него просто Зависло все И Здесь После ферзи в 5 шах Он просрочил Время То есть просто Пропал интернет Все Деваться некуда Играем-то в интернете И получилось так Что Ян Непомнящий Одержал Победу В этой партии Хотя Добытую Вот таким Странным Образом Но действительно Мне кажется Что я вот так В шутку Конечно Все это Обрисовал Ситуацию Но мне кажется Что есть В этом Какая-то Справедливость Что такая Красивая партия Не должна Закончиться Такой Безликой Ничьей А вы Как думаете Друзья Пишите в комментариях Обсудим А мы с вами Идем Дальше Белыми играл Владислав Артемьев Черными играл Ян Непомнящий Конь F3 C5 C4 Конь C6 Конь C3 Конь F6 E3 G6 D4 Cd Ed На доске Защита Грюнфельда D5 Cd Конь бьет D5 Слон C4 Конь бьет C3 BC Слон G7 Рокировка Рокировка Ладья Е1 Слон G4 Слон G5 Пока соперники Разыгрывают Длинный Теоретический вариант Ферз C7 H3 И вот только Ход H3 Со стороны Владислава Артемьева Явился Новинкой Значит В партии Предшественницы Играли Слон B3 Белые С идеей Начать потихонечку Продвигать Свои пешки По центру E6 H3 Теперь уже H3 Слон бьет F3 Ферз бьет F3 Ну и партия Закончилась победой Белых Итак H3 Слон бьет F3 Ферз бьет F3 И конь бьет D4 Вот она в чем Разница Дело в том, что Слон-то уходил На поле B3 В партии Предшественницы Не просто так Теперь как мы видим Слон на поле C4 Реально подвис После Cd Ферз бьет C4 Сейчас мы видим Что у черных Лишняя пешка И зависла пешка На поле D4 В ответ Белые съедают Пешку на поле E7 Ладья E8 Ладья D1 Защищают Пешку на поле D4 Брать ее нельзя Ввиду связки Ферз C7 Ферз A3 Защищаем Слона B5 D5 И пешкам Идет на помощь A5 D6 И у белых На самом деле Позиция с перевесом Да, у черных Есть возможность Организовать Контур игру Связанную с Образованием Проходной Пешки на ферзевом фланге Но все-таки Пешка D Очень опасная Проходная Ферзь D7 Ферзь C5 Ладья C8 Ферзь D5 Слон F8 Теперь понятное дело Что Ян не помню Пытается выменить Такого Мощнейшего Слона Слон Бьет F8 Король Бьет F8 Ладья E5 И после Ладья Бьет E5 Ферзь Бьет E5 Позиция белых Конечно же Явно лучше Грозит мат В один ход Король G8 Ян не помню Мат Не зевает Ладья E1 Ферзь Бьет E6 Fe И после Ладья E5 Ладья C1 Король H2 Вот здесь Надо было Черным Сыграть B4 Но они Сыграли Ладья D1 Ничем не хуже Напали на пешку На поле D6 Ну и вообще Ладейные окончания Не выигрываются Хотя здесь После Ладья Бьет B5 Ладья Бьет D6 Ладья Бьет A5 Король G7 Белые Остались Со здоровой Лишней Пешкой Король G3 Король F6 И вот здесь Надо было Белым играть A4 С большими Шансами На победу Все-таки Пешка A Мощная Проходная Лишняя И Яну Непомощену Пришлось бы Долго И упорно Защищаться Итак Король F4 H5 Король E3 E5 И после H4 Вновь A4 Позволяла Белым Рассчитывать На победу H4 Играют Белые Ладья D1 A4 Ну и Теперь уже Ладья Разбушевалась Ладья Активная Встала Сзади Пешки И у черных Полноправная Контр-игра Черные Контр-атакуют Пешку На поле H4 И все дальнейшее Без особых Комментариев В итоге Позиция Полностью Уравнялась Вот здесь еще Красивый Нанес Тычок Ян Непомощен Ладья Е4 Конечно красиво Если брать То пад на доске Король D6 Бешеная Ладья Ну и в итоге Это бешеная Ладья И решила Исход партии Ладья Теперь вынуждается взятие И после король бьет G7 На доске Пад Молодец Ян Непомощен Мог проиграть Но нашел Очень красивую Возможность Занечеется Идем дальше Белыми играл Ян Непомощен Черными играл Владислав Артемьев Третья партия Е4 С5 Конь Ф3 А6 С3 Д5 ЕД Ферзь бьет Д5 Д4 Конь Ф6 С4 Ферзь Е4 Шах Слон Е2 СД Ферзь бьет Д4 Ферзь бьет Бьет Д4 И всицилианская защита На доске И с ранним разменом Ферзей Позиция метельшпильного Типа Е5 Конь Ф3 Конь С6 Конь С3 Е4 Играют черные После конь Д2 Пешка атакована Слон Ф5 Рокировка Конь Д4 Слон Д1 Значит длинная рокировка Черные заканчивают развитие Позиция примерно равная Конь Б3 Слон Е6 Конь бьет Д4 Вадя бьет Д4 И Б3 Вадя Д3 Кажется что черные Стоят даже несколько активнее И Вадя С3 Здесь играет Значит Владислав Артемьев Нападая на слона Слон Б3 Вадя немножечко застряла Вадя Д3 Слон С2 Вадя Д7 На ничью конечно же Владислав Артемьев пока не согласен Ему надо отыгрываться Поскольку Ян не помню еще и ведет в счете Аш 3 И вот здесь случилось нечто Абсолютно странное То есть Владислав Артемьев Следующим ходом Сразу же проигрывает партию Играя Вадя Е8 Ну вот нельзя на самом деле Так беспечно располагать Вадьи Особенно когда у соперника Есть белопольный слон Ход Вадя Е8 Оказался по сути дела Грубейшим зевком Поскольку после слона А4 Слон нападает на две Вадьи по диагонали А4 Е8 И все дальнейшее Без комментариев Такой зевок Не может остаться Без последствий На высочайшем уровне И дальше Ян Непомнящий Действовал удивительно Точно Не оставив Сопернику Ни единого Шанса Две ладьи Взаимодействуют Очень активно И лишнее качество В итоге Все таки Сказывается Вскоре Владислав Артемьев Признал свое поражение После С6 Ладьи Аш 7 Цукцванг Угрожает мат Ну и делать нечего Вот так вот Неожиданно Владислав Артемьев В один ход Буквально Проиграл Сразу же Матч Ян Непомнящий Досрочно Одерживает победу Со счетом Два с половиной очка На пол очка И Это был у нас Первый матч Напоминаю То что игроки Играют между собой Два матча И если В случае двух матчей Не выявлен победитель То тогда играется Дополнительный третий матч И каждый матч состоит Из четырех партий С контролем Пятнадцать минут И десять секунд Добавления Если победитель Не выявлен То играется Еще две блиц партии С контролем Пять минут И три секунды Добавления на ход И Если победитель Не выявлен То играется Партия смерти Армагеддон Где у белых На минуту больше А черных Устраивает ничья Для того Чтобы победить Идем дальше И смотрим Следующую пару Игроков Белыми играл Чемпион мира Магнус Карлсон Черным играл Фабиано Круана Номер один И номер два Мирового рейтинга Схлестнутся В жесточайшей схватке Кто из них победит Узнаем Прямо сейчас Д4 Конь Ф6 С4 Е6 Конь Ф3 Д5 Конь С3 А6 На доске Ферзевый гамбит СД ЕД Слон Ж5 Слон Е6 Е3 Конь Д7 Х3 Слон Д6 Слон Д3 С6 На доске Карлсбадская Пешечная структура И для белых Здесь характерен Прием Атаки Пешечного меньшинства Когда идет Пешка на поле Б4 На Б5 И создается Слабость Сейчас мы с вами Увидим Друзья Как блестяще Провел этот план Чемпион мира Слон Ф4 Ферз С7 Слон бьет Д6 Ферз бьет Д6 Рокировка Рокировка И ферз Б3 Пока нападаем На пешку На поле Б7 Ладья Б8 А4 Ладья Е8 Ферз А3 Предлагаем Разменять ферзей Ферз С7 Ладья С1 Конь Б6 Б4 И вот уже Пешка готова Пойти на поле Б5 Ладья А8 А5 И после Конь С8 Б5 В чистом виде Провел этот план Чемпион мира И захватил Инициативу После АБ Конь Б5 Ферз Д8 Конь С3 Угрожает А6 С Образованием Слабой пешки На поле С6 Конь Д6 Ферз Б4 Ферз Е7 И А6 И так После БА Ладья Б6 Слон Б6 В лагере Черных Образовалась Существенная Слабая пешка На поле С6 На которую И будет Давить Чемпион мира Ладья А8 Слон Ф1 Конь С8 Ферз Б2 Конь Д7 Конь Е2 Требуется Конечно Большая Точность Для маневров Конь Направляются На поле Е5 Ладья Б8 Ферз С3 Ладья Б6 Ферз А5 Ферз Д6 Конь Ф4 Конь Е7 Конь Бьет Е6 Разменивает Магнус Карлсон Потенциального Защитника Поля С6 Белопольного Слона Конь Бьет Е6 ФЕ И прыгает Конь Е5 Брать На поле Е5 Нельзя Поскольку Ладья На поле Б6 Остается Незащищенной Получаются Перегрузки Ладья Б8 Ферз А7 Двойной Удар Висит Конь Вновь Нельзя Брать Потому что Где-то Повиснет Ладья И так же Конь Конь Бьет Е5 ДЕ Висит Конь Висит Ладья Ход Ферз Д8 Единственный Спасающий Пока Партию Слон Е2 Угрожая Ходом Слон Ж4 С нападением На пешку На поле Е6 И вот здесь Фабиано Круана Опять же Который До поры До времени Защищался Великолепно Упускает Все шансы На успешный Исход Партии Ходом Король H8 Ход на самом деле Кажется Очень странным Ну В чем его идея Может быть в том Чтобы пешка На поле Е6 Была взята Без шаха Невозможно Объяснить Может быть он хочет Показать Что просто хочет Пропустить Ход Ну короче Этот ход Сразу проигрывает Партию Поскольку Белые Просто играют Слон Ж4 Единственной Возможностью Спастись Был ход Ладья А8 И после Ферзь С5 Сыграть Король Ф7 Не надо Никуда Уводить Короля На поле H8 Король Ф7 И черный Король Собственноручно Защищает Слабую пешку На поле Е6 И черный На самом деле Во всех Вариантах Держится Конь На поле Е7 Держит Слабую Пешку На поле С6 А Ладья Пока контролирует Как мы видим Вертикаль А И есть Контр Игра У черных Где-то Ферзь Опять Попытаемся Подменяться И так далее Но ход Король H8 Конечно Невозможно Объяснить Последовал Слон Ж4 И выяснилось Что все Конец Защитить Пешку Невозможно Например На коне Ф5 Следует Просто Взятие И после Еф Ладья Бьет С6 Значит Съели Пешку Угрожает Ладья Д6 И белый Полностью Доминирует Конь Ж6 Контратакуем Пешку На поле Е5 Но кто ж даст Ф4 Играет Магнус Карлсон Как бы Говоря о том Что Висит Т2 Висит На С6 И висит На Е6 Защитить Обе Невозможно Ладья А8 Ферз С5 Снова Висит 2 И после Ферз Е8 Ферз Бьет С6 Пешка Упала За ней Как мы видим Сейчас Упадет И вторая И абсолютно Безнадежную Позицию Получил Фабиано Круана Пешки Идут Очень быстро Очень легко И на 48 Ходу Фабиано Круана Признал Своё Поражение Итак В первой партии Магнус Карлсон Одерживает победу И мы с вами Идем Дальше Белыми играл Фабиано Круана Черными играл Магнус Карлсон Е4 Е5 Конь Ф3 Конь С6 Слон С4 Слон С5 С3 Конь Ф6 Д3 Д6 На доске Итальянская партия Тишайший вариант Который называется Джокко Пиано Для всех Хейтеров Которые Не понимают Или просто Хотят угарнуть Не Жопа Пиано Как вам Слышится А Джокко Пиано Что в переводе С итальянского Означает Тишайшая Игра Учите Друзья Варианты Итальянской Партии Итак А4 А5 Рокировка А6 Ладья Е1 Рокировка А3 Слон Е6 Слон Б5 Конь А7 Пока соперники Разыгрывают Теоретический Вариант Белые прорываются По центру Д4 ЕД ЦД Конь бьет Б5 И вот это уже Новинка В партии Предшественницы Играли Слон Б4 Так продолжалась Партия Крауса Против Тони Нюбака В Германии В 2017 После слон Д2 Конь бьет Б5 Аб Д5 Е5 Центр Закрывался Ну и партия На самом деле Закончилась Здесь победой Черных Итак Конь бьет Б5 ДЦ Играют Белые Конечно же Висит конь Конь А7 ЦД Ферзь бьет Д6 Ферзь бьет Д6 ЦД У белых Позиции поприятнее У черных Слабая пешка На поле Д6 Предстоит уравнять Конь С3 Конь С6 Слон Ф4 Д5 Но Черный Тут же Избавляется От этой Слабости Поэтому Вместо Хода Слон Ф4 Возможно Заслужил Внимание Ход Ладья Д1 Итак Слон Ф4 Д5 Е5 Конь Е4 Конь Бьет Е4 ДЕ Ладья Бьет Е4 Мы видим Что сейчас Белые Временно Выиграли Пешку Но после Ладья Д8 Черные Находят Хорошую Четкую Контроигру Ладья Ц1 Ладья Д3 Самое Главное Это Активность Ладья Е3 Ладья Д8 Ладья Бьет Д3 Ладья Бьет Д3 Слон Е3 Ладья Б3 И черные Атакуют Пешку На поле Б2 Конь Д4 Конь Бьет Д4 Слон Бьет Д4 Получается Позиция Где мы Видим Что Сейчас Пока Временно Черные Без Пешки Но Разноцвет Ладья Б4 Слон С3 И Одной Из вертикалей Б Или А Ж4 Б5 Король Ж2 Б4 Слон Д4 Б3 Слон С3 Ладья А2 Ладья Д1 А4 И Магнус Карлсон Образует Проходную Пешку Король Ф3 А3 Ладья Д2 Аб Слон Бьет Б2 Но Позиция Все равно Ничейная С большим Запасом Ж5 Король Е3 Король Х7 Ф4 Пытается Фабиана Курана Здесь Что-то Сделать Ж Король Бьет Ф4 Король Ж6 H4 H5 GH Король Бьет H5 Ладья H2 Все равно Пока Позиция Держится Ну и Здесь После Ладья А4 Король Е3 Король Ж4 H5 Король Ж3 Ладья H1 Король Ж2 Черные Выгнали Ладью Как мы Видим Все-таки Магнус Карлсон Пытается Играть На победу Ладья Д1 Ладья H4 Атакую Пешку На поле H5 И съедая Ее То есть Белые Остаются Без пешки Ладья Д2 Шах Король Ж3 Ладья Д8 Ладья Бьет H5 Но Позиция При правильной Игре Все равно Должна Быть Ничейной Поскольку Блокаду На поле B2 Черным Невозможно Сбить Ладья Ж8 Шах Король H3 Король Д2 Ладья F5 Слон D4 Не пуская Ладью На поле F2 Ладья F3 И вот Здесь На 51 Ходу Вновь Фабиана Курана Допускает Единственную Ошибку В партии Ход Слон E3 И этой Ошибки Чемпиону Мира Магнусу Карлсону Уже Достаточно Для победы То есть Матч Начинает Принимать Одноворотный Характер Мы видим Что Фабиана Курана Не выдерживает Напряжение Ход Король Е2 Спасал Партию Контратакуем Ладью Например Слон G4 Тогда Просто Король D2 На слон F5 С угрозой Ладья D3 Опять Играем Король Е2 И в случае Ладья D3 Уходим Слон B2 И опять же Белые Вернее Черные Не добились Никакого Прогресса А вот После Слон E3 Это Грубая Ошибка Поскольку Черные Играют F5 Атакуют Ладью На поле G8 Если вернуться Немножечко Еще Значит Назад То После Вместо Хода Слон E3 На король E2 Если сыграть Ладья F4 Тогда Король E3 Ладья F1 Король D2 И вот Если Здесь Сыграть F5 То Наход Ладья G6 Атакуя Слона На поле E6 И белые В порядке В полном Слон Уходит Пешка Идет На поле E6 И ничья А вот Теперь Разница Отчетливая В том Что После Слон E3 F5 Ладья E8 Как было сыграно В партии Ну или Ладья G6 Находится Контрудар F4 Атакуя Слона С шахом И теперь Это все Портит За белых Слон D4 Слон C4 Грозя Выиграть Фигуру Король C1 Ладья D3 Вновь Атакуя Слона И видите Что Слон Теперь Уже Разрывается Что делать И пешка F еще Идет Ферзи Слон A7 Ладья C3 Шах Король B1 Ладья C2 Ладья C8 Король G4 Ладья C6 Слон D3 Угрожая Сразу же Немедленным Выигрышем Поэтому Размен Ладей Вынужден Ладья C2 BC И очень Простая Победа Поскольку После Король C1 Король F5 Грозит F3 Слон B8 Защищая Пешку F3 Тем не менее Все равно Слон Разрывается Вынужден Отойти От защиты Пешки И теряется Пешка На поле E5 На Цуксванге Ну и дальше Легкая победа Поскольку Король Идет на поле G2 И за пешку F придется Отдать Белому Слона Дальше Без Особых Комментариев После На 64 Ходу После хода Король G3 Белые Признали Своё Поражение Итак Счет Становится 2-0 В пользу Чемпиона мира Магнуса Карлсона И в третьей партии Ему достаточно Идем дальше Белыми играл Чемпион мира Магнус Карлсон Черными играл Фабиано Круана E4 C5 Конь F3 D6 Слон B5 Шах Конь C6 На доске Вариант Рассалима Рокировка Слон D7 Ладья E1 Конь F6 H3 A6 Слон F1 G5 Итак Черные Как мы видим Жертвуют пешку Но опять же Все это теория На взятии Там следует Ладья G8 И пешка на поле H3 Становится атакованная У белых Поэтому Магнус Карлсон Сюда не идет Играет D4 G4 D5 Контратакует Коня GF DC Слон бьет C6 Ферзь бьет F3 Конь D7 Конь C3 E6 Ферзь G3 И вот здесь Фабиано Круана Ошибается Играя ферзь E7 Опять же Надо было играть Просто конь F6 Ну или как в партии Предшественницы Играли H5 На слон G5 H4 Наносили вот такой Красивый Контрудар И после Ферзь E3 Слон E7 Сложная С обоюдоострыми Шансами Итак Ферзь G3 Ферзь E7 Ошибка Поскольку Магнус Карлсон Тут же играет Конь D5 Вот почему Ход Ферзь E7 Оказался плохим Слон бьет D5 ED E5 Пока вроде бы Закрывают игру Но Магнус наносит Контрудар на ферзьевом фланге Пытается сразу же Разорвать оборону черных CB F5 Было более Упорно Хотя король Все равно конечно Здесь страдал У черных Итак CB Фабиана Курана Решает испить Горькую чашу До дна Водя B1 Атакуя пешку A5 A3 Еще один подрыв F5 AB A4 Изо всех сил Пытается Фабиана Курана Закрыть игру Слон B5 Слон G7 Водя A1 Атакуя пешку На поле A4 Она теряется Но рокировка Худо-бедно Черным удалось Закончить развитие Водя бьет A4 Водя C 8 Водя A7 Конь F6 C4 Как мы видим Сейчас у белых Уже лишняя пешка И все шансы на победу Угрожает еще и Слон C6 Король H8 Ферзь G5 Ферзь C7 Ферзь F5 Конь бьет D5 Играет Фабиана Курана Вроде бы Вроде бы пешка Вроде бы пешка отыгрывается Но ферзь D7 Водя E5 Водя B4 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 Друзья Если видео вам понравилось То ставьте лайки Подписывайтесь на канал Нажав на круглую кнопку С изображением фигурного коня Который возникает прямо сейчас Посередине этого ролика Также Если вы пропустили обзор предыдущего Или хотите посмотреть обзор следующего тура То щелкайте по конечным заставкам Расположенных слева и справа от меня Слева будет обзор предыдущего тура Ну а справа будет обзор следующего тура Таким образом Вы не пропустите Все интересные события Проходящие на моем канале Также применяйте Уникальный промокод от меня Чтобы получить 60% скидку на сайте комбо От Mail.ru Групп Еще раз ставьте лайки Еще раз подписывайтесь на канал Если вдруг кого не уговорил в первый раз И увидимся на обзоре Следующих супер турниров Счастливо!